Я расскажу о себе, наверное, мою историю того, как я стала собой, а потом уже, походу, если у вас возникнут какие-то вопросы, вы будете вставать. Надеюсь, у вас возникнет интерес какой-то. В общем, я родилась в городе Костроме. Это небольшой город. Вы, наверное, слышали о нем. Он стоит на реке Волги. И это где-то 7 часов на поезде до Москвы. Часов 14 до Питера. Года в 4 я... Мама меня отдала в хореографию. Я стала заниматься хореографией. Может, год-полтора. Изображала подсолнуков. Не знаю, как обычно делают такое. Потом я стала заниматься спортивной аэробикой. У нас достаточно это было развито. С 5 лет. Ну, прям совсем детской-детской. Но чего-то я делала. Даже участвовала в соревнованиях. Потом с 7 до 8 я пробовала танцевать балет. Я пошла в классическую балетную школу. Ну, как-то было неудобно, что ли, меня по учебе... Из-за учебы меня возить в эту школу. Я вернулась обратно в спортивную аэробику и занималась этим видом спорта до 15 лет. Там все соревнования. Мы ездили по России. В общем, я довела до мастера спорта и бросила эту тему. Ну, такая она глубокая, серьезная. Были очень тесные отношения с тренером. И было очень сложно именно уходить. Там 14-15 лет. Так, может, была драма. Но я сделала это и как раз занималась со Снежаной, с моей напарницей. Мы были там еще с одной девочкой в тройке. И в итоге у нас с Снежаной ушли и стали заниматься танцами. Сами. В городе Костроме. Мы просто видели разные видео. Тогда по MTV показывали передачу шоу Вейда Робсона. Это первое, что я увидела. Какие-то модные классные танцы. В общем, у меня только тогда MTV появилось. И вот как раз в 2004-2005? Ну, в общем, мне было 14 лет. Я увидела эти танцы. Шоу Вейда Робсона. Потом был русский проект «Звезда танцпола» первая часть. И в этот же период ко мне в руки попал фильм «Лапочка». Там тоже были очень классные танцы. И вот как раз я поняла, что я хочу танцевать и не хочу больше в спорте быть. Потому что все очень было по схемам, все по стандартам. И мы стали пробовать со Снежаной. Мы выбили зал в школе в нашей. То есть это был где-то 10-11 класс. Я учила движения из фильма «Лапочки» через паузу «Плей». Я записывала передачи шоу Вейда Робсона. Я учила хореографию, которую он там показывал. Или что, что ребята танцевали. Я пробовала в комнате это все повторить. И мы поняли, что это, наверное, хип-хоп. Со Снежаной. Подумали, ну да, наверное, хип-хоп. И стали прям попробовать танцевать. И, соответственно, у нас в городе ничего такого не было. Кроме у нас одна брейк-команда, свои люди. И мы решили попробовать параллельно еще брейкингом заняться. И стали ходить к бибоям. То есть с 2005 года я начала танцевать брейкинг. Меня это втянуло. И параллельно я пробовала танцевать хип-хоп. Я сначала не знала, что это хип-хоп. Потом у нас появился интернет. И мы прогуглили. И первое, на что мы вышли, это чемпионаты по хип-хопу. У нас это Орто называлось. То есть они были как-то, видимо, распиарены в интернете. И мы узнали, что есть чемпионаты по хип-хопу. Мы социально-спортивным подходом обрадовались. Что, оказывается, есть еще и соревнования по хип-хопу. И не только по спортивной аэробике. И мы поехали тогда в Питер, что ли, первый раз. Я даже не помню. Или в Москву первый раз. И мы увидели весь этот движ, где много всех. И все одеты очень классно, как по телевизору. И все вот танцуют, вот так танцуют, рубят, рубят, рубят. И мы вернулись и попробовали так же делать со Снежаной. Ну, просто какие-то то, что мы записали. Мы учили опять эти движения. Потому что у нас не было информации, ничего. И потом пошла звезда танцпола, где танцевали Эдик, Магаев, Алик, Бонзай. По телевизору. Нам очень понравился их стиль. И мы залезли в интернет узнать вообще, откуда они и кто это эти люди. И мы вышли на школу танцев Мейнстрим, которая в Москве находится. И как-то мы собрали, значит, собрали рюкзаки. Родители нас послали в школу танцев Мейнстрим. И мы приехали на первое занятие. Ну, то есть мы уже, в принципе, были подготовлены. То есть мы насмотрелись, шоу Вейда Робсона и съездили на это ОТО. А что-то умели двигаться как-то. И мы приехали в Мейнстрим, а там вообще, ну, полный андеграунд. Как бы это ни звучало, Мейнстрим в аддеграунд. Ну, там, то есть какие-то классные парни с бородами, в длинных футболках. То есть вообще, это мечта просто, сказка. Это лучше, чем лапочка была. Вот. И мы такие, вау, вот это то, что мы искали. Ну, мы позанимались у Алика, у Рамина. Ну, это мы там два дня приехали. И более-менее поняли, как раз вот тогда появилась информация о том, что есть U-Style и что, типа, мы танцуем U-Style, там, импровизацию, хип-хоп в стиле. И мы стали это все пробовать. И, в общем-то, вот так все и понеслось. И мы стали чаще выезжать, на какие-то баттлы уже выезжали. И, ну, параллельно мы занимались брейкингом. То есть брейкинг мы не бросали, мы просто понимали, что такое хип-хоп. И нам прислали, кстати, первый, с кем мы так близко общались, из танцоров, кто нам информацией, с информацией поддерживал, был Нико из Питера. Вот, и он нам прислал по почте диски разные, DVD, и вот там было жуздыбу. И вот тогда у нас появились кое-какие знания, что есть хип-хоп, хаос, поппинг, локинг. Мы видели, что это происходит на жуздыбу, что есть такие соревнования жуздыбу. Вот где-то 2006 год, мне кажется, уже. Вот, и мы уже после этого стали развиваться. В 2007, мне кажется, все хип-хоперы повально стали танцевать хаос, ну, просто потому что жуздыбу так вот, ну, было. И кого приглашали Мичи, он давал мастер-классы по хип-хопу и по хаосу. И вот там Алекс Рогожин приезжал, давал мастер-классы по хип-хопу и по хаосу. Мы ходили на мастер-классы по хип-хопу и заодно оставались по хаосу. И как-то все пошло очень быстро, у нас все получалось с Снежаной, и мы поняли, что давайте попробовать хаосы. Где-то с начала 2007 года мы стали пробовать танцевать хаос, и, в общем, с того времени я его танцую. Танцую, танцую, танцую. Где-то в 2008 я уже перестала танцевать хип-хоп, как-то не пошло. И мне больше нравилось именно брейкинг и хаос танцевать. И потом я поняла, что на брейкинг, если я так сильно углубляюсь в хаос, у меня даже не хватает времени на брейкинг. И, в общем, углубилась я в хаос, танцевала. А, и в какой-то момент, я вам не рассказала, мы переехали с Снежаной в Москву. То есть это примерно вот и был как раз 2007-2008. Наверное, мы все время выезжали, мы очень часто стали выезжать, и поняли, что самый вариант – это переехать. И я как раз поступила в институт в Костроме, отучилась там год и перевелась, ну, перевелась, правда, на платный в Москву. И благодаря родителям, которые меня поддерживали, оплачивали учебу, в принципе, все это и произошло. Я закончила институт в Москве уже, педагогический институт на специальной психологии, преподаватель психологии. И я закончила, в общем, мы здесь в Москве уже с Снежаной вместе как-то развивались, все было круто. И где-то в 2010 году я решила танцевать локинг, и где-то я ворвалась на два года жестко по локингу, что мне очень, на самом деле, помогло. Именно по грубе меня раскрепостило. Мы съездили, я вспомнила, мы съездили в Швецию на фестиваль, там очень крутой локинг, там ребята очень свободно танцуют локинг, я вдохновилась этим, решила танцевать локинг, что, ну, я потанцевала где-то два года усердно, и, ну, мне реально прямо много дало именно в танце. Я такая, типа, стала фанки, я поняла, как бы, много других грубов помимо хип-хопа и хаоса, и это вот освободило меня, вообще мне сейчас без разницы, как бы, я могу чувствовать что угодно, вот. И где-то в 2000, мне кажется, в 2012 году мы наткнулись на видео, то есть мы все время видели видео, начиная, не знаю, прямо, мне кажется, 2009-го, был такой ролик в YouTube Brothers in Jazz, где ребята несили под джаз что-то непонятное, и что я могла сказать об этом, типа, ну, это вообще что-то непонятное, я не понимаю. И тут очередной раз, ищуя вдохновение для хаоса, я опять заглядываю в этот ролик и начинаю просто рыскать по названиям в YouTube, просто серфинг, и попадаю на другие видео Brothers in Jazz, попадаю на другие видео джазовых команд, на японцев, на какие-то имена, и понимаю, что это какой-то отдельный стиль, что это что-то похожее на хаос, на котором танцуется под джаз, что это очень интересно. Я нахожу кое-какие имена на форуме основателей этого стиля, я пишу на мыло кому-то, узнать подробнее, что это за стиль, параллельно узнаю, что Джона Гизилас, который организатор Summer Dance Forever, хаос Dance Forever, оказывается, танцевал этот стиль, а мы с ним общались, потому что мы ездили на этот фестиваль, и я ему написала угол год, ты, оказывается, тоже танцуешь, мне очень нравится, и я съездила один раз к нему в Амстердам, он давал урок по джазу, я более-менее поняла, что есть база, ну и мы продолжали уже дальше командой развивать этот стиль. Я еще представитель команды Матрешкин Джаз, может быть, основатель? Можно я так скажу? Я основатель команды Матрешкин Джаз, вот, и почему Матрешкин Джаз, на самом деле это было не потому, что мы танцевали джаз, а потому что нам нравилась вот эта стилистика, первое шоу, которое мы решили сделать, мы сделали его хаос, но мы сделали его с таким джазовым привкусом, то есть мы были в черно-белых костюмах, мы давали лечебный сон, такое что-то абродвейско-американское, нам просто это очень нравилось, и потом, только потом мы вышли и узнали, что есть джаз как танец, и поняли, что это просто судьба, и мы должны его изучать, развивать, пробовать танцевать. И следующее шоу, последующее шоу, мы уже пробовали делать именно настоящим джазом. Вот. Вот такая вот у меня жизнь, а сейчас я уже не учусь, я закончила институт, я преподаю в Москве, вот так вот езжу по городам по-разному, рассказываю, там даю мастер-классы, где-то сужу, стараюсь сейчас очень много выезжать и участвовать в разных баттлах. Что еще? И у нас есть разные проекты с матрешками инжаз, мы пытаемся придумать что-нибудь и это реализовать. Если у нас есть идея, мы окей, то есть ничего нас не может остановить, давайте пробовать, давайте узнавать, ну вот как-то так сейчас пытаемся в этом во всем развиваться. и вот на таком этапе я приехала сюда в Петербург рассказывать о себе, давать мастер-классы. В принципе, все. В общем, если есть вопросы, то давайте. вы действительно участвовали в баттлу. Да, Вообще, вот у меня записка вопросов. Давай-давай. В сумме для чего ты участвуешь в баттлу. Какие у тебя стоит? Интересный вопрос. Спасибо. Значит, для чего я участвую в баттле? Ну, наверное, для меня в танце есть два ощущения, которые я осознаю и мне нравятся, что у меня двойственное такое ощущение к танцам. Первое – это любовь к этому ко всему из-за музыки. И то она пришла у меня постепенно. То есть хаос, музыку я полюбила не сразу, как сказала, танцевать. Я не сказала, я танцевала, потому что все хип-хоперы танцевали хаос, и я тоже прыгала. Я потом только поняла вообще эту музыку и полюбила ее, и полюбила эти атмосферы в клубе, когда съездила в Нью-Йорк, когда съездила в Амстердам. Я поняла, что это такое вообще, какое-то духовное высвобождение через танец, через хаос-музыку, хаос-культуру. И это то, что меня вдохновляет, заряжает. Я могу просто, ну, вообще уходить в какие-то иные миры. Но, с другой стороны, мне нравится, и так у меня, наверное, по жизни идет, что я постоянно участвую в соревнованиях. То есть батлы — это для меня соревнования, это испытание себе, это возможность, ну, как-то, не знаю, доказать себе, что ты можешь чего-то. Это и амбиции, удовлетворение каких-то своих амбиций. И просто я в этом реально уже давно, и поэтому я участвую в баттлах, но я не считаю, что это, ну, как бы, главная вещь. Это главная вещь для меня сейчас, просто сейчас, потому что я так решила. Окей, я хочу участвовать в баттлах, я хочу участвовать в баттлах, значит, я хочу побеждать в этих баттлах. Поэтому я стремлюсь, я тренируюсь, я готовлюсь к баттлам. Для меня вот это цель. Потому что если не будет баттлов, класс, я вообще займусь чем-нибудь другим, а танцевать буду просто для себя в удовольствии. И, ну, как бы не буду запариваться, просто буду приходить в клуб, слушать музыку, расслабляться, потому что я уже натренировалась очень много. И чтобы просто отдыхать и в клубе танцевать, чувствовать музыку, мне просто нужно ходить и делать это. А тренируюсь я, наверное, для того, чтобы развить себя и понять, что есть этот оптимальный танцор, который может выиграть любой баттл. Вот это я пытаюсь понять, ощутить через свое тело, через опыт постоянных поездок и, ну, постоянных осмыслений о том, как быть вот самым, самым крутым. И я считаю, что это реально. Ну, как бы пока я молода, и я трачу все это все время на танцы. Мне нравится быть в этом азарте соревнований каких-то. Но это реально ненадолго, и я рада, что я это понимаю, что еще пару лет я завяжу с баттлами, мне уже это будет неинтересно. Мне кажется, это реально тема для молодых и амбициозных. И поколения сменяются друг за другом, и очень здорово уступить это место какому-то новому поколению и там уйти уже в другие движения. То есть мне просто это как азарт, мне это нравится. Участвовать в баттлах и понимать, ага, что я могу сделать вот в данный момент, сейчас, чтобы быть на максимуме. Я думаю, что в любом случае, когда мы все участвуем в баттлах, мы хотим выиграть. Просто кто-то пытается закрыться, типа, да я так, фафан это делаю. Ну, конечно же, мы стараемся, мы хотим выиграть. И понять, что нужно, чтобы выиграть, потому что, ну, как бы это не так сложно. Реально, это не так сложно. Нужно, как бы, немножко прямо копнуть глубоко, ну и много тренироваться. Я не говорю про это. Уже много кто тренируется много, но не все выигрывают. Вот, но тут нужно немножко уже подумать своей головой. Какие-то быстрые стратегии, может быть, небольшие. Вот, ну, мне вот, я просто в таких соревновательных темах. То есть для меня баттлы, это соревнования, это что-то такое более спортивное. А все остальное, это, ну, для души уже для танцев. То есть там стратегии? Ну, такие, лайф. Да, совсем стратегии. Ну, как бы, думаю, думаю. Вот чем я хуже там, не знаю. Ну, взять там какого-нибудь топового танцора. Ну, чем я его хуже? Что мне нужно там? Через голову прыгать не нужно. Тогда что мне не хватает, чтобы вот так же делать, как он, и быть круче? Ну, я начинаю думать, так, у него там крутая музыкальность, четкость и так далее. А почему я так не могу? Это же не так сложно. Я начинаю над этим работать. Вот, ну, мне нравится вот это. Это реально азарт. Просто азарт. Ну, пока я молодая, и все еще 24. Вот, ну, так, долго не продлиться. А ты чувствуешь разницу между нашими баттерами и европейскими? Ну, такой вопрос. Можно вырезать? Нет, я просто вроде бы, может и нет, но я, конечно, чувствую разницу, потому что там много иностранцев, а здесь все друзья, типа все знакомые, а там мало знакомых. И я езжу тогда в основном на крупные тусы, на крупные, а здесь я бываю на всяких разных тусах. Тоже, как бы, в плане по отношению вообще танцоров к самой атмосфере. Не, ну, именно когда участвуешь там, не знаю, может, больше волнуешься. А, ну, нет, мне кажется, что меня больше поддерживают в Европе, чем здесь. Вот, что я чувствую. Что там, как бы, люди оценивают, а здесь, типа, опять она. Ну, наверное, так, да. По правде, если. Олесь, как вы с матрешками пришли к тому, что у вас есть сейчас? То есть, как вы устраивалась стратегия, если хочешь? Ну, я... То, что вы будете делать, да? То есть, как оно появилось и к чему вы пришли? Ну, вообще, я хочу сказать, что мы вообще там самые близкие подруги, поэтому мы решили сделать что-то вместе, потому что мы дружили и вместе тусовались. Вчетвером у нас были какие-то схожие мысли, идеи, и мы такие, окей, раз мы вместе, давайте делать что-то вместе. И, ну, нам всем нравится хаос, давайте танцевать хаос. Потом нам нравится джаз, давайте пробовать танцевать джаз. Окей, да. И просто, наверное, из-за того, что мы сами в себе деятельные люди, и поэтому, наверное, мы это все перенесли на команду, и мы стараемся что-то делать постоянно, что-то где-то участвовать, либо как-то о себе заявлять. То есть, все, чего мы хотим, мы когда хотели писать блог, и мы такие, окей, а давайте, почему бы и не писать блог о танцорах, там, брать интервью, а что в этом такое? Там, да, давайте, и мы вот начали это потихоньку развивать, там, может снимем видео какое-нибудь прикольное? О, да, давай, давай снимем видео. И, в принципе, вот так вот, то, что мы дружим, мы постоянно друг друга поддерживаем, и мы иногда сидим, и у нас такой идет мозговой штурм, типа, что мы можем сделать, что мы можем, где мы можем, какие проекты с диджеями, с музыкантами, клубами, организацией, фестивалей, и мы просто выписываем, что мы можем сделать, и пытаемся, как-то либо оно само к нам чуть попозже приходит, либо мы там ставим какие-то цели, там, узнать, проведать, вот, и вот так вот мы делаем. Мы делаем нашу деятельность совместную. А это, ты, может, не сказала про коллеги, а ты уже чувствуешь, кого-нибудь, кто на пяточке наступает? Ну, чувствуешь, что есть люди, которые развиваются и стремятся? Ну, вот, чуть-чуть, вот прям совсем чуть-чуть, хотелось бы больше. Хотя бы, ну, вот, по крайней мере, в Москве как-то у нас вроде появилось новое поколение, я вроде видела этих ребят, они постоянно вроде участвовали, а потом раз, они как будто бы сдались. Тут нужно как-то перешагнуть вот эту черту, когда ты должен получить уверенности, что ли, как-то добиться этой уверенности в себе и начать развиваться, несмотря на то, что, может быть, старшие давят немножко своим эго, своим вот этой уверенностью. И тут нужно постоянно, постоянно быть в этом, и тогда тебя начинают уважать, видеть и заценивать, и это позволяет тебе дальше развиваться, как это у меня было. То есть, мы просто постоянно, да, участвовали, постоянно узнавали, развивались, хотели быть в этом, хотели быть лучшими. И даже несмотря на то, что мы были как бы молодым поколением, там, для более старшего поколения, и, наверное, это вышло в то, что мы взяли свою нишу. А сейчас я это не чувствую в Москве, то есть буквально там были ребята, которые начинали хорошо танцевать, вот они так вот 4 года проходят, там 3 года, они все так же танцевали. То есть уже, ну, не то, нет такого, что кто-то стрельнул. Ну, вот буквально, может быть, по России, я надеюсь, и, в принципе, вижу людей, которые начали танцевать чуть позже, чем я, но которых много интересных идей, креативных, но им нужно просто дальше действовать и показывать себя. В этом сложность именно России, то, что они могут остаться в этой глубине, конечно же, они смогут вынуждать, ну, и мы не увидим это новое поколение. Значит, эта страна большая, а талантов, в принципе, мало здесь есть. Ну, так иногда я вижу прикольный. Ну, вот я вижу, что в хип-хоте смена произошла, жестко прямо произошла, смена поколения, а в хаосе нет такого. Ну, я надеюсь, что... Я вот особо не воспитываю учеников, у меня такие все, просто душевные. Ну, не такие, знаешь, типа, мы там тебя уберем, мы ученики. Вот, ну, кто-нибудь-то должен таких, наверное, монстров воспитывать. Ну, вот, пока не знаю. А вы что думаете про новое поколение? Ну, в принципе, да. В Питере, да? В Питере, да, я начинаю еще раз. Да? Ну, не знаю, ребята со мной не согласятся, но я просто об этом говорила буквально вот... Маше не хотелось бы... Вот я буквально тут вот в связи с настоящим, не знаю, приватом, разговариваю со своими учениками, и обсуждали вот такую тему, что, вообще-то, в Питере, да, вот, в Питере очень часто бывает на крупных фестивалях, что ломинации ты начинаешь, и ломинации ты продолжаешь. Потому что, когда это было неудиво, это было круто, потому что в Питере было, ну, там, 4-5 человек, которые где-то за границей хапнули знания и не успели потренить, и они уже там... успели прокачаться, а все остальные люди, которые были более опытные в других стилях, но они только-только начали танцевать хаос, и все вроде как с этим не хотят. Да, и вообще, как бы, когда уже стали более-менее активно развиваться, это люди, которые совсем-совсем только пришли вообще танцевать, и которые ничем не занимались, и не хочется пободриться, но они же не пойдут, мы сможем пободриться с педагогом. То есть тогда это было прикольно, но один на два раза. Сейчас это перестает какую-то такую тему, что вообще наличие этой номинации, оно очень не тормозит людей в развитии. Они типа там и зависают. Да, раньше было такое, что вообще не было различий. Начинаешь, ты идешь, ты видишь крутого танцора, все, булки собрала вперед. Конечно, ты боишься, но для тебя есть мотивация. Один раз проиграл, второй раз проиграл. Начинаешь, ты говоришь, что же думать, а вот блин, а вот что, а почему вот так вот это все? А сейчас из-за того, что, ну, как бы, есть такой облегченный вариант, ну, очень многие танцоры, которые есть в спецвалах, официалы даже не задумываются о том, что лучше проиграть в силе, ну, в силе, ну, если бы себе в силе, чем в силе, если бы себе слабо, то не давать себе рост. И это очень тонкий психологический момент, потому что осуждается как бы, ну, понятно, что каждый выбирает на земле комфорта. Да, ну да, с одной стороны это здорово, у них есть опыт, но реально у нас же не было такого в нашем поколении. Мы как-то сразу, о-о-о, вот так в стрессовую ситуацию попадали. Ну, может быть, у нас был такой период, когда только все еще начинали, и не было такой вот прям большой разницы между уровнями. Сейчас уже даже не знаю. В любом случае, да, выйдут только те, кто хотят это очень сильно. Ну, имею в виду уровень. У меня такой вопрос. Давай. Ты очень активный танцор, танцорщица, с очень, наверное, активным графиком и активной практикой жизни. Бывают ли у тебя моменты, что ты очень сильно от себя устаешь? И если они бывают, то как быстро справляешься? Угу. Ну, какие-то вот такие духовные силы покидывать вам? Ну, на самом деле, вот последние, не знаю, годы я не чувствовала такого, что я прям все устала от чего-то, потому что Москва очень насыщенная жизнь. И если даже что-то там происходит вне танцев, то есть все время что-то происходит еще и вне танцев, просто любые события, концерты, все, что тебя может вдохновить. И если я устаю от танцевальной деятельности, я просто, допустим, не тренируюсь или еще что-то, но живу в городе и получаю постоянно какое-то вдохновение от этого города. Или от людей, которые меня окружают, друзья, с которыми можно просто собраться там, не танцевать, просто собраться и общаться, и это тоже вдохновение всегда, и заряд, заряд энергетический такой. Либо просто возможность ничего не делать, побыть дома, это для меня тоже заряд энергетический. И если я это все сделаю, получается, что я уже скучаю по танцевальной активности, я к ней сразу же возвращаюсь, начинаю в ней рулиться, в ней тоже столько вариантов, то есть я могу сама тренироваться. Если я остаюсь сама тренироваться, я хожу на занятия с другим педагогом на разные стили, это тоже всегда новый залп эмоций каких-то, это соревнования, которые залп эмоций. То есть постоянно что-то происходит, что не дает мне на самом деле впасть в так называемую депрессию или еще что-то. Я стала это реально замечать, у меня до этого было, может быть, когда я только переезжала в Москву или когда я жила в Костроме, из-за нехватки событий, наверное. А сейчас я этого не чувствую, реально. Ну вот, не было такого, что я там устала от всего. То есть если я устала от этого, обязательно будет то, от чего я не устала и от чего я вдохновляюсь. Может быть, я просто такой человек, что я на этом обязательно, то, от чего я вдохновляюсь и то, что мне интересно. Кому это интересно, может быть, я это и это. Вот, поэтому так. У меня тоже есть вопрос. Подскажи, какой момент и как ты вообще поняла, что ты хочешь связать свою любовь? Как только станете, что тебя больше ничего другое не волнует? В твоей жизни есть только танцы, ты хочешь всю жизнь заниматься? Я не всю жизнь хочу. Или, возможно, есть что-то, кроме танца? Просто я вот, ну, когда была молодой лет, 15-16, когда я этим всем занялась, такой прямо был юношеский максимализм у меня. И я прям думала, ну, все, это на всю жизнь, до конца, я только этим, вот, ну, 16 лет, только этим заниматься. Вообще не хочу куда поступать, какой институт, я же вообще танцую. Вот. И как бы это, на самом деле, меня немножко подвело, потому что я выбрала институт наугад, просто лишь бы поступить, чтобы родители не расстраивали. А потом, в процессе роста, в возрасте ты понимаешь, что в жизни столько всего интересного, помимо танцев. И что вот то, что, то, чем я сейчас занимаюсь, я не собираюсь этим заниматься всю жизнь. Мне нравится сейчас это делать, когда я молодая. Но, я не знаю, если вот просто на уровне соревнований, каких-то джемов, клубов, это, ну, я не так, я не считаю, что это прям супер что-то такое серьезное, чему бы я посвятила всю свою жизнь. Мне нравится быть сейчас в этом, пока я молодая. Я уже много раз, да, это говорила. Но потом бы, ну, когда я уже перейду на такой этап, что я захочу семью иметь, я бы немножко подуспокоилась и, ну, занялась бы чем-нибудь другим. Вот я сейчас себя ищу. Из-за того, что когда-то я просто наобум отказалась от всего и, ну, говорила о том, что кроме танца мне ничего не интересно, я немного закрыла потоки информации другие. А сейчас я пытаюсь открыть и понять, к чему вообще я способна, что я еще могу делать помимо танцев, помимо физической активности. Я, как бы, занимаю время. Самоанализ, рефлексия и так далее. Я просто думаю, думаю, пробую себя в каких-то, ну, просто вещах, пытаюсь ощутить себя. Потому что я реально не собираюсь заниматься вот то, чем я сегодня занимаюсь всю свою жизнь. Еще год-два-три и все. Так что ждать? Так как молодая. Вот поэтому, как бы, это круто. Я буду вообще рада, когда я буду взрослая, вспоминать то, как я провела свой этот 20-летний возраст. В этих тусовках, поездках, танцах, там, каких-то джемах, соревнованиях. Ну, не знаю, мне бы хотелось чего-то другого. Ну, вот в 30 лет я бы хотела заниматься чем-то другим. Там, ну, можно там знать, приходить на тусовку, смотреть, как все танцуют. Просто уже пританцовывать и быть в курсе вообще событий. Но, ну, не быть в этом все. Сейчас уже.